Четыре человека погибли минувшей ночью в результате крупного пожара в Москве. Горел жилой дом на Никитском бульваре. Спасатели успели вывезти из здания десятки жителей. Сейчас огонь уже потушен. Причина пожара выясняется. Подробности ЧП передает Борис Максудов. Пять часов понадобилось московским пожарным на то, чтобы справиться с огнём в так называемом Звёздном доме. Сейчас из окон пятого и шестого этажей виднеются клубы сизого дыма. Это значит, открытого пламени уже нет. На месте ЧП работали 32 расчёта. Пожару сразу был присвоен повышенный уровень сложности. Зданию больше ста лет. По данным на эту минуту, в результате пожара погибло четыре жителя. Из огня их успели вынести ещё живыми. Уже позже медики зафиксировали их смерть. Несколько десятков людей эвакуировали. Почувствовал сильный запах дыма. Потому что загорелась квартира над моим соседом. Я, соответственно, вышел, а там пламя хлещет. Наша квартира над пожаром. С чёрного хода пришли пожарные. Стучали в чёрный ход. И быстро надели нам маски и вывели. Очень быстро. Этому зданию в центре Москвы больше ста лет. И поэтому перекрытия между этажами деревянные. Пламя было видно несколько часов с обеих сторон улиц. Тушить пришлось с трёх сторон. По предварительной версии, огонь возник в результате короткого замыкания. По словам сотрудников МЧС, работу затрудняли не только деревянные перекрытия, но и незаконная перепланировка квартир. Общая площадь возгорания составила почти 2000 квадратных метров. Во время тушения несколько раз раздавались громкие хлопки. Пожар сопровождался хлопками бытовых аэрозолей. Принятыми мерами удалось остановить пожар практически в тех размерах, которых он принял к моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения. Проводились замеры лабораторий превышения ПДК в районе в связи с горением не выявлено. Угрозы соседним зданиям, строениям, угрозы населению, которое проживает в данном районе, нет. Обстановка спокойная. Причина будет устанавливаться. Дом номер 12 на Никитском бульваре был построен ещё в 1913 году. В разное время в нём жили заслуженные конструкторы, партийные деятели. Сейчас его называют ещё и звёздным, по некоторым данным. В нём находятся квартиры актрисы Ингиборги Дабкунаэты, художника Никаса Сафронова и оперной певицы Любови Казарновской. Несколько часов движения по Никитскому бульвару и Калашному переулку в центре Москвы было перекрыто. Кварталы пришлось оцепить для работы пожарной техники. Дорогу обещают открыть к началу рабочего дня в Москве. Борис Максунов, Егор Вожлицов, Дмитрий Щербаков. Вести. Борис Максунов, Егор Вожлицов, Егор Вожлицов, Егор Вожлицов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...